Девушки отдыхают 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 Видите? Волны от удара. Вот так же расходятся и сейсмические волны. Но, естественно, в Земле. И чем дальше от очага землетрясения, тем слабее становятся волны. А теперь, Дмитрий, приступаю, собственно, к ответу на ваш вопрос. Мой дорогой друг, вы совершенно правы. Землетрясение нельзя измерить. Его можно только характеризовать по шкале магнитуд, шкале Рихтера. Или по более современной шкале интенсивности. О методе Рихтера поговорим в другой раз. Рассмотрим землетрясение по шкале интенсивности. То есть по силе воздействия на поверхность Земли. Землетрясение в один балл не ощущается человеком. Очень слабые толчки в два балла чувствуют только животные. Например, кошки. А вот слабое землетрясение в три балла уже воспринимается людьми. Но как? Кажется, что рядом с домом проехал грузовик. При умеренном землетрясении в четыре балла требезжат оконные стекла и колеблются предметы. Землетрясение в пять баллов называется довольно сильным. Сотрясаются дома, останавливаются маятники часов, появляются трещины в штукатурке. При сильном в шесть баллов землетрясении со стен падают картины, отваливаются куски штукатурки, люди в панике выбегают на улицу. Семибальное землетрясение считается очень сильным. И неудивительно. При нем в стенах домов появляются трещины. Восьмибальное землетрясение – разрушительное. Появляются трещины на крутых склонах, опрокидываются памятники, повреждаются дома. Девятибальное – опустошительное. Приводит к разрушению каменных построек. Уничтожающее землетрясение в десять баллов полностью рушит здание. Искривляются железнодорожные рельсы. В почве появляются трещины до метра шириной. Землетрясение в одиннадцать баллов – это катастрофа. На поверхности земли появляются огромные трещины. Рельсы выгибаются и рвутся, как бумага. Города превращаются в руины. Хуже этого может быть только сильная катастрофа – целых двенадцать баллов. Происходят многочисленные обвалы, оползни, возникают водопады, реки меняют русло. Сильную катастрофу не выдерживает ни одно строение. Счастье, что Господь милосерден, поэтому редко обрушиваются на нас бедствия такой силы. Землетрясений мощнее девяти баллов не было на планете почти полвека. И Бог даст – не будет. Вот так-то, дорогой Дмитрий. А мы переходим к следующему вопросу. Люся Малышева из Цемлянска спрашивает. Дорогой профессор, я знаю, что русские путешественники исследовали Антарктиду и Америку. А Африку? Неужели на этом континенте никогда не было наших земляков? Не сомневайтесь, дорогая Людмила. Российские исследователи внесли огромный вклад в изучение Африки. Об одном из них я бы хотел рассказать подробнее. Начну свое повествование с того, что мы мысленно перенесемся вот в эту точку. 31 градус 12 минут северной широты и 29 градусов 55 минут восточной долготы. Здесь расположен египетский город Александрия. Именно на камне Александрийской пристани в октябрьский день 1875 года ступила нога Василия Васильевича Юнкера. Мечта об Африке преследовала его всю юность. И вот свершилось. С каким интересом он вглядывался в узкие улочки города. С каким наслаждением дышал жарким воздухом пустыни. Из Александрии Юнкер направился в Судан. Так началось его первое путешествие по Африке. Он еще дважды приезжал на Черный континент и побывал в самых диких местах. Юнкер записал в своем дневнике. Мне богом суждено было войти в области, в которых еще не ступала нога белого человека. И обогатить наши сведения об Африке. Юнкер побывал в невообразимых дебрях. Например, он посетил земли народа Азанды. Вождь племени, никогда прежде не видевший белого человека, вышел навстречу отважному путешественнику и пригласил его к себе в деревню. Но гостил Юнкер недолго. Вскоре он вновь отправился в путь. Густые тропические леса, жара, постоянная опасность, встречи с хищниками, угроза неведомых европейцу болезней. Вот что пришлось преодолеть Василию Васильевичу. Но с неизменным мужеством Юнкер пешком прошел огромную часть Африки. Итог его трудов поражает воображение. Он открыл реку Непока и первым описал водораздел рек Нила и Конга. А это более 1200 километров. Кроме того, Юнкер первым нанес на карту систему рек Уэлле и Мбому. Свои успехи Василий Васильевич объяснял тем, что относился к туземцам как равным. Таким же божьим детям, как он сам. Именно это, писал Юнкер, способствовало моему проникновению в неприступные до этого страны, которые открылись мне, исследователю-одиночке. Давайте склоним головы в память прекрасного человека и отважного путешественника Василия Васильевича Юнкера. Ну, а теперь нас ждет новое письмо. Так. Сережа Матвеев из Тулы пишет. Уважаемый Андрей Иванович, я слышал, что где-то на планете есть настоящий каменный лес. Вы не знаете, где именно находится это чудо природы? Конечно, знаю, друг мой Сергей. Оно находится вот здесь. 34 градуса 17 минут северной широты и 111 градусов 39 минут западной долготы в штате Аризона. И называется оно Национальный парк Петрифайт Форест. В него-то мы сейчас и отправимся. Что нам может понадобиться в дороге? Вот этот замечательный бинокль. Головной убор. И с Богом. Оглядитесь по сторонам, мои любознательные друзья. Не правда ли? Потрясающее, волнующее воображение зрелище. Смотритесь в эти окаменелые стволы. Когда-то индейцы Навахо, на чьей территории расположен Национальный парк, верили, что это останки древнего великана. А на самом деле? На самом деле здесь некогда росли дремучие леса. Стволы падали в воду, которая не давала им разлагаться, и каменели век за веком. Здесь целых шесть каменных рощ. Самое известное из них называется Радужным лесом. И, право, не зря. Вы посмотрите на эту палитру красок. Впервые об этой красоте прослышали в конце 19 века, и сюда тотчас же хлынула толпа охотников за экзотикой. Страшно представить, как варварски добывали здесь сувениры и для себя на память, и на продажу. А топ времени напоминает тропа Кристал Форест. Она тянется на километр и ведет мимо окаменевших стволов с зияющими дырами. Это и есть следы той давней охоты за сувенирами. К счастью, с начала 20-го столетия эта территория была объявлена сначала заповедником, а потом и национальным парком. Petrified Forest – это уникальный и завораживающий мир камня. Кстати, здесь есть на что посмотреть и без окаменевших деревьев. Давайте-ка мы заберемся куда-нибудь повыше, чтобы обозреть Petrified Forest, как говорится, с высоты птичьего полета. Куда же нам направиться? Думаю, подойдет вершина горы Джаспер Форест. Что я говорил? Какой прекрасный вид! Весь парк как на ладони. А ствол вон того окаменевшего дерева напоминает мост, оба конца которого соединены песчаником. Несколько лет назад ему грозило полное разрушение, но люди успели спасти это чудо природы и укрепили мост с помощью бетона. В Petrified Forest мы обязательно вернемся. А пока в Москву. В Москву. Ну что ж, сегодня мы многое узнали. Мы выяснили, какими мощными бывают землетрясения. Прошли африканскими тропами Василия Васильевича Юнкера. И побывали в Соединенных Штатах Америки в национальном парке Petrified Forest. Но сколько всего ждет нас впереди? Вы только представьте. Если вы хотите задать свои вопросы, то пришлите их по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» профессору Иноземцеву. Или оставьте на сайте телеканала www.radostmoja.ru. Я обязательно отвечу в нашем эфире. С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok